Это такой сложный вопрос. Конечно, о национальной идее очень сложной. Вы знаете, сколько людей, столько мнений. Я, скажем, как православный человек, я считаю, что все-таки вера должна быть, понимаете, абстрактно, моралью нельзя спасти ту духовную ситуацию, которая сложилась в стране, когда нет никаких целей. Нет никаких табу, запретов. Я считаю, человек все-таки должен верить. Понимаете, если человек нет, скажем, для него не существует Бога, для него не существует, ну, даже, можно сказать, высшего разума, он не боится ничего. Он только боится, скажем, силовых структур, там, милицию, там, суды, прокуратура и так далее. Он только боится получить срок. То есть, у него нету совести. Понимаете, что такое совесть? Это искры Божьи. Поэтому каждый человек должен иметь вот этот вот стержень. А абстрактная мораль, понимаете, ее можно соблюдать, не соблюдать, как размышляют атеисты, Бога нет, жизни загробной нет, за это никто не будет наказан. Только страх тюрьмы. Тюрьму можно, скажем так, миновать, обманув закон, скажем, договориться с судом и так далее. Поэтому тут очень-очень сложно. Надеяться на семью, на школу, это тоже, скажем, не панацея. Очень сложный вопрос. Только вера в Бога. Не знаю, а что плохого в царе? Царь-помазанник Божий. Это человек, который не ворует, человек, который всей душой болеет. Вот как ни странно, я понимаю, что в наше время царь невозможен, но я внутренне все-таки склоняюсь где-то там в глубине своей души к самодержавию. Потому что это единственный, на мой взгляд, ну, конечно, ограниченному самодержавию, это единственный такой чистый, честный путь. Потому что то, что сейчас творится во многих государствах, в том числе у нас в России, это повальные откаты, воровство, когда система не работает, когда нет никаких идеалов. А кому верить? А во что верить? Никто никому не верит. Верит деньгам, поклоняется золотому тельцу. Это очень-очень сложный вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.